письмо девушки парню прощальное письмо say goodbye later моя версия предыдущее вступление о том как нужно писать такие письма или говорить а я сказал предыдущим видео рекомендую сначала это записать записать на бумаге потренироваться а потом особенно для девушки поскольку вы в чувствах эмоциях имеется чтобы убедиться что вы высказали все то что конкретно характеризует ситуацию почему вы расстаетесь понимаете в чем разница вот большая между say goodbye later прощальное письмо мужчины девушки или девушка пар парень должен сказать девушке прощальное письмо в такой форме чтобы это было очень корректно эмоционально чтобы она чувствовала не чувствовал себя оскорбленной униженной да чтобы это было эмоционально плавно переход цена плавный переход чтобы она прочувствовала в чем проблема если вы начнете ей вот мужчина начнет женщине говорить там логически вот у тебя то не так это 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 ты такая ты такая ты сякая да попутно конкретно говорить для нее это не будет не столько будет это иметь значение сколько именно то как вы это скажете вы это знаете да кому эмоционально для нее это стресс большой а если девушка в отношении была с вами и вы тут вы говорите ну то есть вы на этапе мы подразумеваем что вот на любом из пяти этапов этап выбора знакомство это такой этап это ничего не обязывающий вот этап выбора когда выбираете этап эксклюзивных отношений конфетно-букетные глубокого познания друг друга этап помолвки и перед свадьбой до свадьбы когда вы уже свадьба здесь уже здесь уже нечего выбирать уже здесь нечего конечно же здесь уже все вы поженились друзья здесь уже должны работать окей вот на всех этих этапах как вы знаете мы же говорили ранее об этом то есть экологично экологично выйти из этого процесса и попрощаться отпустить этого человека поблагодарить его за все и пойти дальше так вот само прощание как мы говорим что очень важно поблагодарить своего учителя которым является ваша партнерша в том числе да на этом случае так чтобы это было экологично чисто и красиво чтобы девушка не обижалась чтобы она в общем то прочувствовала что вы сделали все что от вас зависит вы сделали по максимуму но это не получилось просто не получилось вот у вас просто не получилось потому что но вы не в состоянии вы не может не тот вы человек но вы очень благодарны за то что вот она проявлялся терпение что она была с вами что-то она такая такая то есть сказать все то хорошее что в ней есть предыдущие монологи когда я давал образец прощального письма мужчине женщине я там немножко сделал с иронией когда как бы мужчина так ну культурной красивой форме просто сказал те качества которые мужчин не нравится в общем то чтобы она это прочувствовал все задать ситуации какая ситуация какая женщина на каком этапе вы расходитесь и какая причина того что вы расходитесь да если вы расходитесь просто женщина изменила вам да скажем ну как вы находитесь в эксклюзивных отношениях она там с другими парнями ходит знакомиться до когда в эксклюзивный подразумевается эксклюзивный только вы и никто больше другой, тогда вы можете это четко указать. Ну, опять же, все это должно быть красиво, культурно. И очень важно, еще раз скажу, подчеркнуть факт, но этот факт должен быть высказан в соответствующем эмоциональном фоне, состоянии. Потому что девушка тогда только примет то, что ты скажешь, друг. Если ты скажешь это в соответствующем эмоциональном состоянии. Ты можешь сказать самые правильные вещи, что она поступила то, 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 так, не так, не так. Конкретно в список я такую портяночку выложил. Но если ты скажешь это тоном таким нехорошим, который она не примет, то все твои старания тщетны. Она скажет, я знал, что ты козел, и пошла. Так тебе и надо. А я давно собиралась уходить от тебя, и пошла. Окей? Вот такая штука. Поэтому задача-то какая? Напоминаю, что мы должны расстаться красиво, чтобы не было претензий друг к другу. Потому что если у вас остаются претензии, это значит, вы набираете себе долги карму нехорошую. Окей? Ну, это человек, которым вы проходили опыт, друг друга тренировали. Поэтому что теперь нужно? Опыт прошли, поняли, что, в общем-то, дальнейший у нас подготовительный этап мы проходили, дальше на ступеньку выше мы не можем. Окей? И хорошо, что мы узнали об этом сейчас. Поэтому благодарим человека и говорим до свидания. До свидания с благодарностью. Ом намасте. Искренне благодарим человека за все то, что он нам дал. И таким образом мы остаемся друзьями. Насколько это можно быть друзьями между мужчиной и женщиной, да? В общем-то. Ну, как люди, которые прошли вместе какие-то испытания. Вот так скажем. Поэтому. Вот это основное отличие, которое я хотел бы, чтобы вы, ребят, чтобы вы заострили внимание, как мужчина, на что должен мужчина делать акцент, когда он говорит девушке до свидания. До свидания, ну, навсегда. То есть эмоционально. Чтобы это было красиво и эмоционально. Окей? Это прежде всего. Ну, а потом уже текст, что, что, какая причина. Ну, в общем-то, чтобы это было все в эмоциональной форме, очень красиво и гладко. Итак, теперь девушка. Вот когда девушка, говорив парню, хочет это сказать, попрощаться, да? Вот я сейчас особенность там. Другая. Что вам, дорогие девушки, нужно это сказать совсем иначе. Если для вас очень важны эмоции правильные, для нас очень важны факты. Факты. Конкретные факты. Вот нужно быть, конечно же, на женской энергии, на женском тоне. Все как положено. С чувством уважения, да? Благодарность. Это, ну, это по дефолту. Естественно, состояние должно быть, когда мы говорим про say goodbye, да? Или прощаться с молодым человеком. Вообще все дела должны быть по-женски проходить, да? Если вы что-то делаете по-мужски, то вы от этого проигрываете. Однозначно сразу проиграла. Как только девушка стала себя вести по-мужски, она тут же проиграла. Тут даже говорить нечего. То есть любое дело. Даже самое простое. Окей? Поэтому здесь вам нужно и так на женской форме, женской эмоциями, женской энергией, но нужно дать конкретненькую. Вот, Вася, прости меня, пожалуйста, я не могу сделать счастливым, потому что вот я непослушная, я вот неаккуратная, я не занимаюсь спортом, я толстая, я упрямая, я люблю гулять ночью, я люблю дискотеки в одиночестве, я люблю марихуану и так далее, да? Вот тебе нужна девушка, которая не курит, которая занимается спортом, которая встроенная, которая не ходит по дискотекам, которая не курит марихуану и которая занимается духовностью. Я, прости, не такая. И это не мой уровень, я не могу стать таковой. Как бы я ни хотела, старалась и пыталась это время сделать, но у меня это не получилось. Прости меня, пожалуйста, что я давала тебе такие... Ты ожидал, что я буду такой, но я не смогла стать такой. Прости меня, пожалуйста. Окей? Всегда вот это. прости меня, пожалуйста. Причем, искренне говорить. Это можно прости, потому что мы потратили время человека. Он надеялся, что мы не дали то, что он ожидал. Поэтому можем сказать искренне, прости меня, пожалуйста. И вот конкретно по списочку пройтись. Что я, причем обращать лучше всего... Не говорить, что ты такой, сякой. Вот это неправильно, да? Вася, ты такой, ты, сякой, ты, это пятое, десятое. Если вы будете так начинать говорить, мужик сразу закроется. У нее начнется обратная реакция, будет агрессия, и это вам на пользу не пойдет. Вы расстанетесь с плохими ощущениями, он будет на вас зол, он будет на вас обижен, в агрессии. Not good, girls. Это не есть хорошо. Поэтому лучше всего это сделать по-женски. Я бы сказал, наверное, как сестра с братом, так поговорить, наверное, надо. Сестра с братом на таком трезвом состоянии, без чувств, без чувств на уровне мужчина-женщина. Чтобы это было как бы трезво, так поговорили по-человечески, по-хорошему. И сказать, что обращать на себя. То есть говорить, Вася, тебе надо, чтобы жена была такая, чтобы спортом занималась, чтобы худая была, то-то-то. Я знаю, что тебе нужен такой-такой человечек. Ну, а я вот, видишь, я такая, я толстая, я марихуану курю, я по этому хожу, я спортом не занимаюсь. Та-да-да, ба-ба-ба, ба-ба. Окей. И, то есть, на себя. Все, в общем, я вот такая, и я поняла, что я не могу сделать тебе счастливым. Я не могу сделать тебе счастливым, прости меня, пожалуйста, за это. Вот, ты очень хороший человек, не в тебе проблема, проблема во мне, что я просто не могу тебя сделать счастливым. Вот это, кстати, тоже эпизод, его хорошо я не указал в мужской части, когда мужчина просит прощения. То же самое, то есть, мужчина тоже должен сказать, что проблема не в тебе, то есть, мы не должны друг друга обижать, не говорить, что вот ты-то, ты там такая-сякая. Нет, всегда нужно сказать, что я, я вот такой человек, который, ну, во мне что-то не так, прости, я не могу сделать тебя счастливым, потому что, потому что во мне нет тех качеств, которые нужны тебе. Вот я хотел бы, чтобы это был другой человек, который сделает тебя счастливым, потому что, ну, я не в состоянии, у меня просто не хватает на это энергии, у меня нет для этого условий, которые нужны тебе. У меня нет терпения, я не могу научиться тем качествам, мне не интересно, не лежит вот это. Я старалась это все время, но не получается у меня, прости меня, пожалуйста. То есть, обращать все это на себя, на себя, и тогда мужчина, тогда мужчина, что мужчина, какой эффект будет? Ваша задача, чтобы вы остались друзьями, чтобы мужчина как бы стал покровителем вашим после этого даже, да? То есть, он понял, что, в общем-то, она ему, девушку, с которой он был, она ему претензий не предъявляла, она ушла красиво, она, о нем хорошее впечатление, она признала его хорошие качества, причем все искренне сказал, мы все говорим всегда искренне, ничего не врем, если мы врем, мы в себе только, это фальш не проходит. Всегда на тебе что-то хорошее, и на это гастрироваться, окей? И мнение мышления какое, что девушка хорошая, она со мной, ко мне с уважением относится, она по достоинству оценила, простите, просто голодание идет, она по достоинству оценила все мои усилия, которые я делал, и, девушка, да, мы должны поблагодарить за все то, обязательно поблагодарность, благодарность это номер один, всегда нужно благодарить за то, что нам человек дает, за то, что он нам дал за это все время, потому что это самое важное, да, чтобы не остаться неблагодарным человеком, да, многие говорят, неблагодарный она там, или он неблагодарный, я ему столько, я ему стирала, варила, то-се, пятые носки стирала, понимаешь, кушать готовила, а он такой вот неблагодарный. Мы должны быть благодарны, в любом случае, даже за все, все, что нам человек дает, уроки, даже, казалось бы, самые нехорошие, да, Допустим, ваша девушка изменила вам, казалось бы, за что-то благодарить. Да поблагодарить за то, что она дала тебе возможность прочувствовать, что такое жить с человеком, который будет саламутренным. И ты осознал, что она не твой человек. А представь себе, если бы это случилось, когда ты уже женился, когда у тебя уже дети появились. Поэтому ты уже должен быть за это благодарен, что она дала тебе эту возможность сейчас это прочувствовать. Что она тебе не тот человек. Поэтому всегда можно все сравнить и сказать, что хорошо, что плохо. Нужно так благодарить, окей? Вот это очень важно, я так бы сказал. И вот, пожалуй, так. Так, давайте сейчас, это было по две не только, вроде все, да? Так, давайте сейчас, я попробую быстренько так сделать это красиво, обязательно поблагодарить, красиво сыграть эту формулу, эту формулу, как прощаться. А, пожалуй, мы сделаем ее в отдельном, в отдельном листе. Да, на этом все, друзья. Смотрите следующее видео. С вами был Руслан Дворцов. Если какие-то у вас есть подсказки свои, какой-то опыт, делитесь, пожалуйста. Может, замечание, корректировка. Пожалуйста, я не приду на эти опасные инстанции, как вы знаете. Я делюсь тем, что у меня есть, то, что я понимаю, мое сознание. Конечно же, в этом коротком видео я не отговорил вам все. Мы это делаем более подробно в наших тренингах. Это вам просто маленькая подсказочка. Но делитесь своими впечатлениями, своими мнениями. Буду очень благодарен. Как всегда, должен сказать вам всем, друзья, благодарю вас. Намасте. Батарейка садится, надо выключать. Любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг. И любовь вернется вам с Тарицей. Намасте.